Добрый день! Здравствуйте! Наш сегодняшний праздник посвящается тем людям, которые открывают нам двери в мир удивительных знаний, в мир творчества. Тем людям, которые грызут гранит науки вместе с нами. Тем людям, которые иногда ругают, а иногда хвалят. Этот праздник посвящен вам, дорогие наши учителя! Каждый день мы прибегаем к вам на занятия и чуть-чуть засыпаем на них. Но это вовсе не потому, что нам скучно. Просто мы вчера всю ночь учили наизусть стихи. Рисовали этюды, готовили поделки к выставке и тренировали новые па. Подсчет раз, два, три. Как учила Анна Вячеславовна. А также репетировали новый вокальный номер. И шили супер креативный костюм, чтобы сразить всю публику на повал. И репетировали только ваш предмет, потому что ведь он самый важный. Каждый учитель приоткрывает завес своей науки. Сегодня мы бы хотели показать вам тот мир, который сформировался у нас после ваших занятий. Мы приглашаем вас в путешествие по нашей планете творчества «Лотос». И в самом начале нашего праздника мы бы хотели предоставить слово директору нашей творческой планете Михеевы Марине Александровне. Здравствуйте, дорогие гости, наши любимые детишки, ну и, конечно же, педагоги и сотрудники Центра «Лотос». Я от всей души поздравляю всех с Днем Учителя. Почти весь коллектив нашего творческого и спортивного центра имеет в своем запасе дипломы учителей, педагогов. Все прошли определенную школу и знаем, что такое учиться. Но мои ребята, мои сотрудники – это в первую очередь и главное – это творческие спортивные наставники. Они сумели заразить своим любимым творчеством, либо спортом ваших деток, вас самих, правда? Это и главная задача. Поэтому разрешите сегодня от себя лично и от всех вас, от жителей района Внуково, от деток поздравить наших дорогих преподавателей, наших дорогих учителей с профессиональным праздником. Пожелаю вам самое главное – это здоровье, бодрости духа, горение и желание дарить всем нам свое тепло, свое искусство и свой талант. Еще раз вас, любимые мои, золотые мои, с праздником! И пусть сегодняшний вот такой творческий концерт принесет нам всем большую радость. Кстати, ты знаешь, нам с тобой очень повезло, что мы занимаемся в центре «Лотос», не правда ли? Абсолютно верно. Только в нашем центре на вопрос «Который час?» обычно отвечают еще 10 минут. Да. Только наши ученики свободно болтают на русском, английском, да, и на других занятиях тоже. Только наши родители перед началом учебного года считают свои покупки костюмов на концерты «Алиэкспресс» и «Садовод» самыми важными покупками перед началом учебного года. Только у наших преподавателей есть целых три причины любить свою работу. Это премии, корпоративы, ну и, конечно, чаепитие на кухне. В общем, наш центр «Лотос» – самый лучший. И наш праздник открывает коллектив вокальной студии «Радуга» с песней «Здравствуй, наша школа». Руководитель – скрипка Светлана Ивановна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Примерила дома перед зеркалом. Оказалось, что если жёлтую ленточку завязать не спереди, а сбоку, то получится что-то такое необычайное, что, скорее всего, хорошо, чем дурно. Но воротничок потребовал новую кофточку, и старых к нему ни одна не подходила. Олечка промучилась всю ночь, а наутро пошла в гостиный двор и купила новую кофточку из хозяйственных денег. Примерила всё вместе, было хорошо, но юбка портила весь стиль. Воротничок определённо требовал круглую юбку с глубокими складками. Свободных денег больше не было, но не останавливаться же на полпути. Олечка заложила браслетку и серебро. На душе у неё было неспокойно и жутко. Но когда воротничок потребовал новых башмаков, Олечка легла в постель и проплакала весь вечер. Наутро она ходила без часов, но в тех башмаках, которые заказал воротничок. Вечером, бледная и смущённая, она, свекаясь, говорила своей бабушке. Я забежала только на минутку. Мой муж очень болен, а доктор велел ему натираться каждый день коньяком. Ой, это так дорого! Бабушка была добрая. И на следующий день Олечка смогла себе купить шляпку, пояс и перчатки, подходящие к стилю воротничка. Дальше дни были ещё тяжелее. Она бегала по родным и знакомому в гола, выклянчивала деньги, а потом купила этот безобразный полосатый диван, от которого тошнило и её, и её собственного мужа, и даже вороватую кухарку, но который уже несколько дней требовал паспортничок. Она стала вести какую-то странную жизнь, не свою воротничковую, а воротничок был какого-то неясного, путанного стиля, и Олечка, угождаясь, ему совсем сбилась с толку. Если ты английский и заставляешь есть меня сою, то зачем на тебе этот жёлтый бант? Зачем на тебе это то распутство, которого я не могу понять, и которое толкает меня по наклонной плоскости? Да, как существо слабое и бесхарактерное, Олечка опустила руки и поплыла по течению, которым ловко управлял подлый воротник. Она остригла волосы, стала курить и громко хохотала, когда слышала какую-то доусмысленность. В глубине души она ещё понимала весь сюжет своего положения, и даже по ночам или днём, когда воротничок стирался, она горько рыдала и молилась, но не находила выхода. Раз она даже решилась открыться к мужу, но честный малый подумал, что она глупо пошутила, и, стараясь ей угодить, долго хохотал. Всё становилось ещё хуже. Вы спросите, почему она не догадалась просто-напросто вышвырнуть в окно эту крахмальную дрянь? Она не могла. Так уличка слабела в этой борьбе с воротничком, а воротничок укреплялся и влавствовал. Однажды её пригласили на вечер. Раньше она нигде не бывала. Но сейчас воротник напялился на её шею и поехал в гости. Там он вёл себя до неприличия развязно, и крутил её головой направо и налево. Домой Олечка вернулась уже утром. Дверь ей открыл сам честный муж. Он был бледен и держал в руках ломбардные квитанции, вытащенные из Олечкиного стола. Где ты была? Я не спал всю ночь. Где ты была? Душа у неё дрожала. Но воротник вёл свою линию. Олечка, Олечка, что с тобой? Зачем ты закладывала вещи? Зачем ты занимала усатовых и яниных? Куда ты девала деньги? Деньги? Профукала! И, сложив руки в карманы, она громко свистнула, чего раньше никогда не умела, и знала ли она это дурацкое слово профукала. Но муж муж бросил её и перевёлся в другой город. Но что больше всего, так это то, что на другой день, сразу же после его отъезда, а воротничок потерялся в стирке. Скромная Олечка служит в банке. Она настолько скромна, что краснеет даже от слова амнивус, потому что оно похоже на обнимусь. А где воротничок? Спросите вы. А я-то по чём знаю, отвечу я. А, он отдан был прачке, с неё и спрашивайте. Эх, жизнь! А ты знаешь, как интересно иногда ходить по коридорам лотоса и подсушить, что происходит на занятиях наших родных педагогов. Например, проходя мимо одного из кабинетов, я услышала, как педагог спрашивает ученика, как можно одному ученику сделать столько ошибок? На что ученик спокойно отвечает. Почему одному? Я эту задачу с папой решала. А мы приглашаем на нашу сцену воспитанницу вокальной студии «Лотос» Макарова Таисию с песней про папу. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 Спасибо. Девушки отдыхают Они нас не нужны Завтра папу я с надеждой Об нему за шею нежно Он, конечно, все поймет Завтра папу я с надеждой Об нему за шею нежно Он, конечно, все поймет И мне пугу принесет Все наши педагоги Кладись мудрости А также пример безукоризненного Владения русским языком О, да, великий русский язык Как перевести на другие языки? Он, что очень умный, имеет всегда комплименты Умный очень? Издевка А слишком умный? Угроза А ты знаешь, что недавно был Очень смешной случай На одном из занятий? Какой? Наш педагог пожаловался маме Одного из учеников И сказал ей Кормите ребенка лучше Жрет цветы на уроке А сейчас встречайте Песни «Ягодка» Исполняет Кротова Ольга Солистка ансамбля «Хорошие девчата» В вокальной студии «Лотос» Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Исполняет Кротова Ольга Солистка ансамбля «Хорошие девчата» Ягода марина, ягода чайника, Ягода пушистая земляника, А вчера ура, я пыта и змею, Оказывайся ягодкой, ягодкой кабуз. Звучила бабе, а я на зубов, Без коленку ягодку на зубов, Без коленку ягодку пропою, Ягода марина, ягода чайника, Ягода душистая земляника, А давайте они нашли стучку, Будет сухой год, будет сухой, Оренье, будет компот. Вот ягода марина, ягода чайника, Ягода душистая земляника, А давайте они нашли стучку, Будет сухой год, Будет сухой год, будет сухой, Оренье, будет компот. В нашем центре очень много спортивных секций и прекрасных тренеров, И мы все очень любим заниматься физической культурой. Это потому, что наши физруки такие замечательные, Говорят, что на свадьбе одного из наших тренеров Неместо до тех пор бросало букет, Пока не уложилось на мотив. А другой наконец-то объяснил нам, Что такое обложить козла матами, А то мы не понимали. И сейчас для вас, уважаемые наши преподаватели, Выступит солистка ансамбля «Хорошие девчата» Жигалова Полина С песней «Светит солнышко». Спасибо. ПЕСНЯ 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 А теперь немного статистики. В нашем центре работают 46 человек. Любимый напиток – чай и любовь. Иногда с валерьянкой. Ежедневное напряжение – 221 вольт. Вместо тусовки – кухня. Настроение всегда бодрое. Характер стойкий. Вот такой замечательный коллектив. А следующий номер для вас – воспитанницу студии развития речи Крэда Бескурина Настя с монологом «Экзамен». На подготовку к экзамену по географии дали три дня. Два из них Манечка потратила на примерку нового корсета с настоящей планшеткой. На третий день села заниматься. Открыла книгу, развернула карту и поняла, что не знает ровно, ничего. Ни рек, ни гор, ни городов, ни морей, ни заливов, ни бухт. Ровно ничего. А их было так много. И каждая штука чем-нибудь славилась. Индийское море славилось тайфуном, вязьми пряниками, пампасы лесами, льяносо степями, венецией каналами, Китай уважением к предкам. Всё славилось. Вот при названии Манечка, может быть, ещё бы и успела, но вот со славой ни за что не справиться. Господи! Дай выдержать экзамен по географии рабе твоей Марии! И написала на полях карты. Господи, дай! Господи, дай! Господи, дай! Три раза. Потом загадала. Напишу ещё двенадцать раз. Господи, дай! Тогда выдержу экзамен. Написала двенадцать раз, но уже дописывая последнее слово, сама себя уличила. Ага! Рада, что до конца дописала? Нет, милая моя, напишу-ка ещё двенадцать раз, а лучше все двадцать. Может, тогда что-нибудь и получится. Достала тетрадку, так как на полях карты было мало места. Писала и приговаривала. Воображаюсь, что двадцать раз напишешь, так и экзамен выдержишь. Нет, милая моя, напиши-ка ещё пятьдесят раз. Может быть, тогда что-нибудь всё-таки и получится. Пятьдесят? Обрадовывая, что скоро отделаешься. Сто! И не совы меньше. Перо трещит и кляксит. Манечка отказывается от ужина и чая. Ей некогда. Всё её трясёт от спешной лихорадочной работы. В три часа ночи, исписав две тетрадки и кляпс-панер, она уснула над столом. Тупая и сонная, она вошла в класс. Все уже были в сборе и делились друг с другом своим волнением. На столе уже лежали билеты. И самый неопытный глаз мог мгновенно разделить их на четыре части. Билеты, согнутые трубочкой, лодочкой, уголком вниз и уголком вверх. Но тёмные личности из последних скамеек, состряпавшие всю эту хитрую систему, были недовольны и постоянно вертелись около сала, поправляя, чтобы было поведеннее. «Маня Куксина!» — закричали они. «Ты какие билеты вызубрила, а?» «Вот замечай, как следует. Первые пять номеров — это билеты, согнутые лодочкой, а последующие пять — это билеты, согнутые трубочкой, а уголком кверху...» Но мамечка не дослушала. Ей было не до этого. Не вызывавши ни одного билета, она поняла, что вся эта мудрёная техника создана не для неё. И сказала гордо. «Учиться нужно для себя, а не для отметок. Стыдно так мошенничать!» Вошёл учитель в класс, сел, равнодушно собрал все билеты, перетасовал их и разложил. Тихий стон прошёлся по классу. Все заволновались и заколыхались, как рожь под ветром. «Госпожа Куксина, сюда, пожалуйста!» Манечка взяла билет и прочитала. «Климат Германии, природа Америки, города Северной Америки». «Пожалуйста, госпожа Куксина, что вы знаете о климате Германии?» Манечка точно хотела ему сказать «За что он мучает животных!» И чуть слышно пролепетала. «Климат Германии славится тем, что он совсем не отличается от климата Севера и климатом Юга, потому что Германия чем южнее, тем севернее». Учитель приподнял одну бровь и внимательно посмотрел на Манечкин рот. «Так-с!» — подумал и прибавил. «Вы ничего не знаете о климате Германии, госпожа Куксина. Хорошо, расскажите, что вы знаете о природе Америки». Манечка, точно подавленным несправедливым отношением учителя, к её познаниям чуть слышно пролепетала. «Природа Америки славится тем, что там есть пампасы». Учитель промолчал, и Манечка, выждав минуту, прибавила чуть слышно. «А пампасы славятся Льонусом!» Учитель шумно вздохнул и с чувством сказал «Садитесь, госпожа Куксина!» Следующий экзамен был по истории. Классная дама строго предупредила «Госпожа Куксина, выучите хорошо историю, а то второй переэкзаменовки вам не дадут. Срам какой!» Весь следующий день Манечка была подавлена и хотела развлечься. Она купила у мороженышка десять порций фисташкового. Вечером уже не по своей воле выпила касторку. Зато весь следующий день она пролежала на диване, читая вторую жену Марлита. Зато вечером этого же дня она села за учебник истории Айловайского и робко написала десять раз. «Господи, дай!» Среди любимых занятий в нашем центре числятся занятия из зоо и всяческого рукоделия, где можно не только раскрыть свои таланты, но и просто отдохнуть от школы. Тем более, что преподают эти предметы замечательные добрые педагоги. Да, мне, например, всегда говорят, что у меня золотые руки, но растут не из того места. А сейчас выступает шоу-группа «Внуки» с песней «Бравые солдаты» солист Чернышев-Славов и Анн Вова. Аплодисменты «Бравые солдаты» Здесь не ведут А мальчишки следом Газа забегут Эх, левый, левый Здесь не ведут А мальчишки следом Газа забегут Хочется мальчишкам в армии служить Хочется мальчишкам подвиг завершить Эх, левый, левый В армии служить Хочется мальчишкам подвиг завершить Правые мальчишки Нечего тужить Скоро вы пойдете В армии служить Эх, левый, левый Нечего тужить Скоро вы пойдете, вам не служить Будет психорицы, ловко охранять Будет сина в каше, в гординой стоять Эх, левый, левый, ловко охранять Будет сина в каше, в гординой стоять Эх, левый, левый, ловко охранять Будет сина в каше, в гординой стоять Эх, левый, левый, ловко охранять Будет сина в каше, в гординой стоять А еще в нашем центре есть сотрудники, которые также помогают нам развивать наши таланты. Это администраторы, завхоз, бухгалтеры и, конечно, наш директор. Мы их любим уже только за то, что они не задают нам домашние задания и дают нам немного вздохнуть. А сейчас для вас выступает вокальная студия «Радуга» с номером «Если песня станет другом». Встречайте! Наша светлая планета носит песеный наряд. И для песня, как для ветра, и для песня, как для ветра, нет запретов и преград. И для песня, как для ветра, и для песня, как для ветра, нет запретов и преград. Песня, как для ветра, и для песня, как для ветра, нет запретов и преград. Эта песня, пойте с нами, Эта песня, пойте с нами, Песня, дружба и всегда. Всем давно уже известна, Про секреты тем хорош. Если другом стала песня, Лучше друга не найдёшь. Если другом стала песня, Лучше друга не найдёшь. На песне, на королеве, Чиза, песня, как в веснах. Эту песню, пойте с нами, Эту песню, пойте с нами, Песня, дружба и всегда. Эту песню, пойте с нами, Эту песню, пойте с нами, Песня, дружба и всегда. Приходи к нам, про весь мир, Наши телы звонки вяз. И в пределах нету песни, И в пределах нету песни, Там для дружбы нет преград. И в пределах нету песни, И в пределах нету песни, Там для дружбы нет преград. Мане сами над горами Читат вместе, как в лесах. Эту песню поемте с нами, Песня дружба и семья. Эту песню поемте с нами, Эту песню поемте с нами, Песня дружба и семья. Вы задушкует всегда! Знаете ли вы такой факт, что в Британии, в городе Олдхам, одну учительницу уволили за то, что она рассказала детям, что Санта-Клауса не существует? Нет, наши педагоги точно не такие. Каждый день заставляют нас верить в чудеса. И не просто там Санта-Клауса, Деда Мороза, а даже в нас самих. И даже в то, что мы вот так самостоятельно можем провести целый концерт. Кстати, моя бабушка, которая не один десяток лет проработала с детьми, мне говорит, что учитель — это самая хорошая профессия. А почему она так считала? Она говорила, что все учителя обязательно попадают в рай, потому что после работы с детьми им любой ад покажется райским местом. А сейчас свое поздравление в очередной раз вам подарит несравненные и любимые всеми вами ребята из шоу-группы «Внуки» с песней «Бабушки-старушки». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мистер Кем, ну куда мы? Бабушки, 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 старушки Бабушки, бабушки, ушки на макушке Бабушки, бабушки, мы вас уважаем Только как вас понять, мы увы не знаем Только как вас понять, мы увы не знаем Ну-ка, так как раз ушел, кто чего нарушил Все и где-то хорошо, бабушкам, старушкам Покачают головой, строго и сурово Не боится их порой, даже участковый Не боится их главой, даже участковый Бабушки, 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 старушки Бабушки, бабушки, ушки на макушке Бабушки, бабушки, мы вас уважаем Только как вас понять, мы увы не знаем Только как вас понять, мы увы не знаем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Бабушки, 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 старушки Бабушки, бабушки, ушки на бабушке Бабушки, бабушки, мы вас уважаем Только как вас понять, мы, увы, не знаем Только как вас понять, мы, увы, не знаем Далеко не убегает. Вот таким видим мы наш рот с нашей точки зрения. Мы еще раз хотим поздравить всех наших педагогов с этим замечательным праздником. Спасибо вам за ваш труд. Оптимизма вам и хорошего настроения. С праздником! Мы еще не заканчиваем буквально одну минуту, так как наше мероприятие сегодня носит такой фестивальный характер, поэтому мы хотим сделать небольшие награждения. Так, государство бюджетное учреждение спортивно-досуговый центр «Лотос» награждается. Пескулина Настя, участница студии развития речи «Кредо» в номинации «Осенняя сессия». Литературно-вокального фестиваля «Осень» пришла за литературную композицию «Экзамен». Награждается премьера у нас сегодня была Васильева Вера, сотрудница «Центра «Лотос» в номинации «Осенняя модница» за литературную композицию «Жизнь и воротничок». Также награждается Васильева Юля, участница студии развития речи «Кредо» в номинации «Осенняя хандра» с пожеланиями скорейшего выздоровления. На самом деле сегодня должна была выступать Юля, вчера вечером она заболела, и вот мама ее заменяет. Награждается вокальная студия «Радуга» в номинации «Осенние ноты» за песню «Если песня стала другом». Прошу обратить внимание, каждая номинация уникальная. Также награждается вокальная студия «Радуга» в номинации «Первое сентября» за песню «Здравствуй, школа наша». Так, выходим. Награждается «Жигалова Полина» в номинации «Хорошие девчата» в вокальной студии «Лотос» в номинации «Осеннее солнышко» за песню «Светит солнышко». Полина, не уходи. Награждается «Кротова Оля» солистка ансамбля «Хорошие девчата» вокальной студии «Лотос» в номинации «Осенний урожай» за песню «Ягодка». Награждается «Макарова Таисия» солистка ансамбля «Хорошие девчата» вокальной студии «Лотос» в номинации «Осенняя радость папы» за песню «Про папу». Награждается «Чернышов Слава» и «Ан Вова» солисты «Чернышов Слава» и «Ан Вова» солисты шоу-группы «Внуки» вокальной студии «Лотос» в номинации «Осенний призыв» за песню «Бравые солдаты». Слава, Вова, Награждается шоу-группа «Внуки» целиком. Ребята, остальные «Внуки» выходим. «Внуки» выходим, награждается шоу-группа «Внуки» вокальной студии «Лотос» в номинации «Осенняя мудрость» за песню «Бабушки-старушки». Родительский комитет, ну возьмите грамоту кто-нибудь. Награждается ансамбль «Хорошие девчата» вокальной студии «Лотос» в номинации «Бабье лето» за песню «Про бабушку». Родительский комитет, возьмите грамоту. Посмотрите, сколько нас много, и это еще не все. Приходите к нам на концерты. Аплодисменты нашим «Лотос»! Та слова предоставляется. «Можно мы тоже вручим подарки всех с праздником? И вот группа «Фантазия» декоративного творчества хочет вручить вам открытки, которые мы сделали своими руками». Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. И как я уже сказал, мы с вами и прощаемся, мы говорим вам до скорой встречи. Следите за нашими рекламками, за наших мероприятий, мы всегда рады вас видеть. Здравствуйте.